Сёрен Кьеркегор. Понятие страха. Время развлечений прошло. Оно побеждено системой. Тот, кто в наши дни ещё любит проводить различия, является эксцентриком, чья душа прикована к чему-то давно исчезнувшему. Но пусть это так. Сократ всё равно остаётся простым мудрецом, каким он в действительности был. Благодаря необычному развлечению, которое он выразил и осуществил благодаря чему-то, что две тысячи лет спустя впервые с восхищением повторил только эксцентрик Гамон. Сократ был велик потому, что он различал между тем, что он понимал, и тем, чего он не понимал. Первое примечание переводчиков. И.Г.Гамон Считал Сократа в некотором смысле предшественником и правозвестником Христа. Учению Гамона была свойственна некоторая эксцентричность, которая состояла в том, что, по его мнению, познание и язык в конечном счёте обязаны своим появлением сексуальному началу. Цитата взята из книги Гамона Сократише Дэнк-Вюр-Дих-Кейтен. Киркегар цитирует его по берлинскому изданию. Покойному профессору Паулю Мартину Мёллеру, счастливому любителю греческой культуры, поклоннику Гомера, со-мысленнику Сократа, переводчику Аристотеля, тому, кто в своей так называемой радости о Дании является радостью Дании, кто, хотя и, так сказать, много путешествовал, всегда, так сказать, мыслями оставался в датском лете. Тому, кем я восхищаюсь, тому, кто мне не достает, посвящено это произведение. Примечание переводчиков номер 2 О Мартине Мёллере Профессор Поуль Мартин Мёллер 1794-1836 преподавал философию в Копенгагенском университете. Керкегал посещал его лекции по истории античной философии, читал исследования по Аристотелю и перевод Аристотелевского трактата о душе. Мёллер был любимым наставником Керкегара. Восхищение ученика еще более явно выражено в набросках посвящения сохранившихся в бумаге Керкегара. Цитата. Воодушевлению моей юности доверенному свидетелю моих начальных устремлений моему потерянному другу моему читателю, которого так не достает трубному глазу моего пробуждения желанному предмету моих чувств. Конец цитаты. Считается, что как раз в трактате «Понятие страха» Керкегар развил некоторые идеи, замеченные еще в лекциях и книгах Мюллера. Надо сказать, что посвящение Мюллеру в общем-то делало настолько прозрачным псевдоним Керкегара, что имя Вигилий Хауфиэнси появилось не столько в силу теоретической необходимости, сколько и соображений деликатности. Конец примечания 2. Примечания переводчиков 3. К радости о Дании Радость о Дании Гладе Авер Данмарк Стихотворение Мюллера, написанное в бытность им судовым священникам во время плавания на Дальний Восток. В своем дневнике Керкегар пишет о том, как он слышал исполнение стихотворения в Королевском театре уже после смерти Мюллера и был тронут до слез словами «Помните путешественника, отправившегося далеко». Конец примечания 3. Предисловие Примечания Переводчиков номер 4. Это краткое предисловие было добавлено позднее, когда Керкегар уже решил издать книгу под псевдонимом. Первоначальное предисловие оказалось выброшенным и позднее вошло под номером 7 в сборник предисловий. Конец примечания. По моему мнению, всякий, кто собрался писать книгу, должен с разных сторон подумать о предмете, относительно которого он хочет писать. Нелишним будет также, насколько это возможно, познакомиться с тем, что уже было прежде написано по тому же предмету. Если на этом пути ему встретился тот, кто исчерпывающим и удовлетворительным образом рассмотрел ту или иную его часть, неплохо было ему порадоваться так, как радуется друг жениха, когда он стоит рядом и слышит голос жениха. Примечание переводчиков 5 Смотри, Иоанн 3.29 Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий, ему радостью радуются, слыша голос жениха. Конец примечания. Если он сделал это в полной тишине и с мечтами влюбленности, которая всегда ищет одиночества, то ничего больше не нужно. Он также свободно напишет свою книгу, как птица споет свою песню. И если найдется кто-то, находящий в ней радость и пользу, ну что ж, тем лучше. Потом он должен издать ее спокойно и беззаботно, не придавая этому особой важности, как если бы тем самым он приводил все к некоторому заключению, или как если бы в его книге были благословенны все поколения на земле. Примечание переводчиков номер 7. Смотри, Бытие 12.3 И благословятся в тебе все племена земные. У каждого поколения своя собственная задача, и ему не нужно предпринимать сверхъестественные усилия, чтобы пытаться быть всем для предшествующего или последующего поколений, или для каждого единичного индивида в поколении. Так же, как и для каждого дня довольно своей заботы, и достаточно трудностей, чтобы тревожиться о себе самом. А потому ему совсем ни к чему, обнимать весь современный ему мир своей отеческой заботой, и полагать, будто некая новая эра или эпоха должны начаться с его книги. И уж тем более с новогоднего факела его обещаний, или с далеко идущих обетов его и указаний, или с намеков на его обеспеченность сомнительной монетой. Не каждый, у кого согнута спина, уже поэтому есть атлас, или стал таковым от того, что нес на себе весь мир. Не каждый, повторяющий «Господи, Господи», войдет поэтому в Царство Небесное. Не каждый, предлагающий себя в управляющий всем современным хозяйством, доказывает тем самым, что он надежный человек, который может поручиться за самого себя. Не каждый, кто кричит «Браво, швере наус, готсу, брависсимо», поэтому уже понял самого себя и свое восхищение. примечание переводчиков номер 8 относительно слов «Довольно своей заботы». Смотри, Матфей, 6.34 «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». «Довольно для каждого дня своей заботы». примечание переводчиков номер 9 относительно слов «Войдет в Царство Небесное». Смотри, Матфей, 7.21 «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». примечание переводчиков номер 10 относительно «Браво, швере наус, готс, блиц, брависсимо». Восклицание, выражающее энтузиазм и воодушевление. Происхождение его не совсем ясно. Помимо понятного «Браво, брависсимо», в него включены еще немецкие выражения «крайняя нужда» и «гром божий». Все вместе, вероятно, можно рассматривать как восторженную божбу. Что же касается моей собственной скромной персоны, должен прямо признаться, что в качестве автора я по сути король без королевства. Хотя все же в страхе и великом трепете остаюсь автором пусть и без всяких притязаний. Если для благородной зависти или ревнивой критики покажется чрезмерным то, что я ношу латинское имя, я с радостью приму имя Кристена Матсена. Между тем, более всего мне хотелось бы считаться дилетантом, который, конечно же, занимается философской спекуляцией, но сам пребывает за пределами этой спекуляции. Хотя я также предан своей вере в авторитеты, как римлянин был терпим в своем страхе Божьем. Примечание переводчиков относительно слов, хотя все же в страхе и великом трепете. Смотри первое послание Коринфяна 2.3 И был я у вас в немощи и в страхе и великом трепете. Что же касается человеческих авторитетов, то тут я настоящий фетишист и буду одинаково благочестиво поклоняться любому, стоит только надлежащим образом подбой барабанов дать понять, что он и есть тот, кому следует поклоняться, что именно он сегодня авторитет и имприматур. Решение относительно этого превосходит мое понимание, независимо от того, бросают ли тут жребий или происходит выбор, или же честь это просто передается по кругу. Так что каждый единичный индивид отсиживает свое время в качестве авторитета совсем как представитель бюргеров, который в течение какого-то времени заседает в арбитражном суде. Помимо этого мне нечего больше добавить, кроме искреннего пожелания здоровья каждому, кто разделяет мои воззрения, равно как и каждому, кто их не разделяет. Каждому, кто прочтет книгу, равно как и каждому, для кого достаточно и предисловия. Копенгаген с почтением Вигилии Хауфиэнси 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 Хауфиэнси